Всем привет дорогие друзья, с вами я Юрий Аксёнов и сегодня на обзоре у меня необычный и очень сильный в плане сюжета пазл платформер под названием Inbetween. Возможно многие даже не слышали о нём и возможно упустили из виду, а ведь игра действительно сильная и очень качественная. Нам предстоит играть за человека, который узнал, что болен раком лёгких. И теперь нам необходимо помочь ему пережить 5 так называемых этапов принятия неизбежного. Отрицание, гнев, торг, депрессию и принятие. И собственно каждый из этапов будет отдельной главой этой игры. Сам же геймплей игры представляет из себя пазл платформер, в основе которого лежит механика изменения гравитации. Наша задача постоянно искать выход, который является своеобразной метафорой к поиску решения сложившейся проблемы. Наш герой пытается словно бежать от проблемы, но в конечном итоге ему всё же придётся принять её. По мере прохождения мы будем сталкиваться с самыми сокровенными и дорогими для нашего героя воспоминаниями, и тем самым лучше узнавать его. И к концу игры я уверен каждый, даже самый бесчувственный сухарь, будет сопереживать главному герою. Каждая глава будет отличаться от предыдущей, добавлением различных новых элементов, которые также будут метафоричны и передавать примерные чувства и переживания героя. Уровни, к слову, достаточно сложные, при их прохождении потребуется не только логика, но и порой скорость реакции. В графическом плане игра сделана очень качественно. Каждое воспоминание это маленькое произведение искусства, которое достойно занять место в какой-нибудь картинной галерее. Долго рассказывать об игре я не буду, потому что передать все чувства и эмоции через обзор просто нереально. Поэтому, подводя итоги, хочется ещё раз отметить, достаточно качественный геймплей, отличный геймдизайн и дизайн уровней. И всё это в совокупности создаёт поистине отличнейший пазл-платформер. Но всё же, на мой взгляд, в данной игре более важной частью является история. В Inbetween мы становимся свидетелями борьбы и в конечном итоге принятия неминуемой смерти. Учимся ценить дорогие нашей памяти моменты и понимаем, что на месте героя может оказаться каждый. И я не перестану повторять, что игра, на мой взгляд, очень сильная. И я, безусловно, рекомендую ознакомиться с ней всем. А на этом всё. Благодарю всех за внимание. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайк под видео. Всем пока и до скорого.